Всем привет! Сегодня мы с вами смастерим вот такую чудесную поделку в детский сад на тему правил дорожного движения. У меня получился настоящий маленький городок, а это мой Кеша. Познакомьтесь и помашите в комментариях ему привет! У меня от ремонта осталась травка. Купила я ее метражом в Леруа Мерлен. Так она и называется травка. Посмотрите там, пожалуйста, у них есть большая, маленькая, то есть ворс разный. У меня средний, но лучше для поделки возьмите маленький. Использую коробку от какой-то игрушки, неважно. Разлиновала, нарисовала, где у меня будет дорога, где будет трава. И газон, и дома. И приступаю к окраске дороги. У меня нет серебристой краски, такой асфальтового цвета, поэтому я смешала серебристую, черную и перламутровую акриловые краски. Вот что у меня получилось. Я думаю, в принципе, достаточно хороший оттенок. Но если у вас таких нет, возьмите белый и черный, серебристый и черный, или просто черный. И я думаю, тоже будет хороший вариант. Клей у меня заканчивался на каждом шагу, поэтому сначала я приклеила слабо, но потом в конце я еще прошла, когда купила уже стержни, клеевым пистолетом хорошим прошла, все-все-все краешки травки прикрепила. Далее я начинаю мастерить фонтан. Сначала все было очень просто, но потом я взяла бутылку от воды из-под воды. В общем, она была слишком большая. Возьмите лучше 0,33 маленькую бутылочку и вырезайте ее все дальше. Делайте то же самое, что и я. Важно, чтобы бутылка была чуть поменьше. Иначе у меня ощущение, что фонтан разливается кругом, но не попадает внутрь. Ну ладно, это же все-таки детская поделка, а там бывает все в детстве. Поэтому нарезала хаотично, как попало, как это могут делать дети. И далее тоже тут использую акриловую краску и немного серебристая. Она у меня, кстати, из Икеи. Но, насколько я помню, их сейчас сняли с производства, поэтому можете любую краску использовать. Пока краска еще не высохла, я решила сюда насыпать блесток, глиттер. У меня он крупный, но берите любой. В общем, я люблю использовать в поделках то, что есть под рукой. Далее у меня была под рукой шпатлевка. Если у вас ее нет, не используйте. Если вы хотите, чтобы фонтан был более-менее похож на натуральный, можете использовать пластилин. Воздушный, обычный, глину. В общем, все, что угодно для того, чтобы создать ему объем. Либо просто из картона покрасьте и все. Далее использую клей для потолочных плиток. Он продается и в Леруа Мерлен, и в Фикс Прайсе. Цена его до 100 рублей. Единственный у него минус. Он очень воняет. Поэтому делаю фонтан и убираю его на лоджию или на балкон. Ну, если вы живете в частном доме, вы можете унести его в сенцы, в коридор. Сенцы, знаете, что такое сенки? В прихожую. В общем, туда, где он сможет высохнуть. Стоял он у меня где-то примерно сутки. И он даже немного запузырился. Но этот эффект получается не всегда. Мне нравится, когда совсем маленькие пузырики. Но иногда бывают прям очень огромные, большие. Но, в принципе, тут, я думаю, неважно, какие будут. Главное, что эффект воды сохраняется отлично. Что делать, если вы не нашли клей для потолочных плиток? Вы можете взять обычный прозрачный силикатный клей. Я, на самом деле, не пробовала его использовать. Но знаю, что многие мастерицы поделок детских используют его. Так же, как и я делали ручейки и имитацию льда из него. Тоже, в принципе, достаточно хорошо получалось. Далее, видите, я вот брызги от фонтана внутрь туда засовываю. Для того, чтобы фонтан все-таки не брызгал кругом. Но если вы возьмете бутылочку поменьше диаметром. Или сам объем фонтана сделаете побольше. Тогда, конечно, такого не получится. Ну, я делала первый раз впервые. Поэтому получилось так, как получилось. Мастер-класс дерева у меня где-то есть в Инстаграм. В сохраненных историях долго очень искать. В этот раз я не буду. Сразу могу сказать, что сделала я его из глины, проволоки и крашеной губки для мытья посуды. Из картона я смастерила небольшую имитацию, можно так сказать, лавочки. Покрасила ее. Ну и, в принципе, все готово. Осталось нарисовать разметку. Вы можете ее нарисовать белым маркером толстым. Можете взять шаблоны разметки, если не умеете прям ровно-ровно рисовать. Я взяла просто обычную тоненькую кисточку и белую краску. И потихонечку начала прорисовывать. Ребенку, конечно, будет сложно повторить. Поэтому можете прям вырезать из листа бумаги вот эти полосочки и нарисовать их через шаблон. Скорее всего, ребенку так будет проще и намного легче. Все детали я очень хорошо приклеила на клеевой пистолет. Травка вот эта очень сильно сыпется, поэтому приходится ее постоянно убирать, сметать. Поэтому берите все-таки травку с наименьшим количеством ворса. Пониже там есть ворс в Леру Аверлен. А также я слышала, говорят, что есть еще в фикс-прайсе. Я на самом деле сама не смотрела. Если вы не хотите бежать в магазин и покупать специально какую-то вот такую травку, то как-то в Инстаграме я делала поделку к 9 мая. И вместо травки я использовала губку для мытья посуды. Я ее покрасила в зеленый цвет. Именно тот зеленый, который мне нужен, чтобы он был под цвет травы. И потерла его на ее губку для мытья посуды. Я потерла на терке, на обычной терке. У меня получились разные тертые хлопья этой губки. И я в те места, где должен быть газон, намазала сначала клей ПВА. Так, достаточно густенько, хорошо. И сверху насыпала вот эту губку. Если вам интересно, можете зайти ко мне в Инстаграм. Название очень простое. Слитно пишется Анечка Лапикова. Сейчас я здесь продублирую. И вот это оказалась очень простая идея. Без всяких заморочек. Не нужно бежать никуда, покупать в магазине ничего. Поэтому можете ее использовать. Если честно, у меня уже полчетвертого утра. Я еще спать не ложилась. Поэтому путаюсь немного со словами. Я надеюсь, вы меня простите. Поставите мне лайк. И спасибо за просмотр. Заходите ко мне в Инстаграм, в сторис. Смотрите много там всего интересного. И ставьте, конечно же, лайки. И здесь, и нажимайте на звоночек. В общем, делайте все, как полагается. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok